всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим расклад который предложила юлия лисенко называется почему я себя уничтожаю и пояснение как она написала то есть для тех кто болеет переедает употребляет там алкоголь запрещенные вещества я могу добавить от себя что это может быть и какие-то токсичные отношения но еще и зависимости любые ну то есть много чего да как мы можем себя разрушать вопрос понять почему я это делаю так у нас с вами будет репозиции 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешек тайм-коды есть в описании к видео работать будем сегодня на колоде который я в принципе работаю последнее время она мне очень нравится таро небо и земля метафорические карты это все о нем просто картинку покажу потому что в зеркальном отражении мне записывает камера вот и прочитать просто невозможно и про у тебя вот так вот это выглядят коробочки вот маккарты нам в помощь так надеюсь вы определились для себя отодвигаем эти два камешка позиция номер один голубенький камешек сначала мы посмотрим каким образом вы себя разрушаете а потом ответим на все остальные вопросы все немножечко настроюсь то что то последнее время мне просто необходимо да не получается до камеры до записи настраиваться кстати хорошая медитативная практика да это вот перемешивание перетасовывая колоду прям очень расслабляем хорошо как вы себя разрушаете так как вы себя разрушаете ну главный аспект здесь показан именно состояние вашей души да именно незрелая позиция действительно достаточно ранимая чувствительная недоверчивая именно вот напоминает мне здесь какого-то знаете недоверчиво дикого животного да и или это вот если это уличные собаки да и у них нету доверия людям то сложно подойти к собаке просто ее погладить да вот она как-то вот настороженно немножко да она вроде бы и хочет она вроде бы и чувствует но и в то же время как-то не недоверчивость присутствует да почему потому что был уже какой-то опыт были раны были было какое-то болезненное отношение да и здесь вот сразу чувствуется что у человека знаете внутреннее состояние оно такое достаточно нежное оно достаточно такое красивое хрупкое очень но при этом такое ощущение что вот человеку либо пришлось повзрослеть как-то неожиданно да либо вот хочется иногда побыть ребенком да я не про то чтобы покапризничать и либо там как-то побеситься а именно про то что вот присутствовала какая-то легкость вот легкости здесь какой-то не хватает но при этом вы такой человек который может слушать проблемы других людей да вы одевать какую-то некую такую маску и за ней вот скрывается какой-то чувствительный ранимый человек которому прям вот знаете не хватает какой-то вот бережливости и на данный момент вам не забота нужна и не любовь а просто такое ощущение чтобы вас никто не ранил чтобы к вам лишний раз никто не прикоснулся вот такое ощущение что мне хорошо когда присутствует какая-то дистанция вот мне я нахожусь в некой такой безопасности но вы готовы всегда прийти на помощь вы готовы выслушать другого человека вы можете излечить какие-то вот душевные его раны через возможно диалог через беседу очень хороший слушатель и поэтому первое на что влияет в этой позиции вот самая первая карта да в контексте разрушения это может быть все что причиняет вам какие-то душевные боли то есть когда вы относитесь к себе нетребетно когда вы не бережете себя не бережете как-то свое сердце то первое что вы делаете вы сами себя разрушаете почему каким образом во первых вы разрушаете себя вы слишком требовательны вы слишком требовательны к себе и к своей знаете такое вот ощущение что на плечи маленького хрупкого ребенка рухнул весь мир и у вас требование не от ребенка да как ребенку а у вас требование как от взрослого человека да то есть вы допустим я не знаю требуете от ребенка чтобы он как-то распределил допустим деньги да пошел в магазин еще как-то оставил на пропитание все такое ну то есть где где ребенок и где деньги то есть слишком большая ответственность слишком большая ответственность вы разрушаете себя именно мыслительным своем процессе вы слишком жесткие да к себе и на интеллектуальном уровне да безусловно у вас есть потенциал безусловно у вас есть знание у вас есть опыт вы мудры то есть не просто умный а вы еще и мудры в силу своего опыта но вот здесь вот разрушение иногда бывает связаны как-то жесткостью то есть знаете как вы запрещаете себе быть тем кем вы являетесь вот слишком много моральных требований от себя да как вы должны себя вести как вы должны себя преподносить что можно говорить а что нет вот такое ощущение что вы должны быть все время с иголочки да в своей не только ответы а вот именно в своей позиции ощущение того что вы как будто бы все время должны знать ответы на любые вопросы как будто бы у вас есть требовательность к себе в контексте того что я не имею права на ошибку потому что я знаю много чего да то есть в силу знаний каких-то вы не позволяете себе ошибиться вы очень ранимы в контексте вот именно ошибок да допустим вы как-то себя можете ругать когда забываете какую-то мудрую фразу хотя вы ее допустим знаете наизусть иногда бывает так что вы можете как-то ну требовательно к себе относиться когда не можете процитировать что-то да либо не можете объяснить то что вы знаете да внутри себя вы это понимаете но либо вы видите какие-то знаки вокруг вас вы видите ответы но вы не можете другим людям передать эту информацию вы очень требовательно все что касается знаний интеллекта и тем самым вы сами себя обижаете здесь у вас идет интеллектуальное самобичевание вы себя ранить и когда люди начинают высказывать какую-то точку зрения по отношению к вам либо вашим к вашему мировоззрению вот и ваши взгляды расходятся и вы не можете принять другую точку зрения и вас это очень сильно огорчает либо когда ваше видение мира не совпадает с видением мира другого человека и это тоже вас очень сильно огорчает когда вы знаете вот такое вот ощущение когда вы говорите сами себе но я же это понимаю да почему ты этого понять не можешь а вот здесь вот как то такое что вот вы требовательны к себе вы требовательны к другим людям то есть я же чувствует себя да почему ты не можешь мне почувствовать я же вот как-то понимаю какие-то вещи почему ты этого не можешь здесь вот претензии какие то есть в первую очередь к себе и потом другим людям как еще вы себя разрушаете вы постоянно оттачиваете свое мастерство даже вот знаете в контексте своих эмоций и чувствований то есть вы периодически хотите как-то вот контролировать свои эмоции возможно вы очень эмоциональный человек вы чувствительный человек выронимый у вас развита эмпатия и когда вы начинаете что-то чувствовать допустим он кто-то что-то сказал а вам это не понравилось вы начинаете переживать по этому поводу и начинаете себе ругать и говорить ну почему я такой эмоциональный почему я раздражаюсь почему я не могу управлять почему меня это цепляет почему меня что-то задевает то есть у вас очень много претензий к себе даже и в контексте эмоционального плана да то есть вы хотите как-то выстраивать вот оттачивать ощущение того что вы хотите быть идеальным причем идеальным именно в вашем понимании то есть вот ваш идеал и идеал других людей если сравнить да то то что вы ожидаете от себя это вот прям не просто идеал это идеал в кубе то есть другие люди глядя на то что вы требуете от себя им кажется что это это вообще нереально я не понимаю зачем да то есть такое ощущение что вот вы хотите стать неким таким биороботом до которой управляет абсолютно всем до своими мыслями своими эмоциями ну как каким-то супергероем и люди не понимают здесь такое ощущение почему вы себе не позволяете до расслабиться как-то сейчас все уточню вы постоянно хотите что-то узнавать да вот ваш уровень развития и ваши взгляды на мир они всегда будут отличаться от большинства людей и люди вас не будут понимать это сто процентов потому что ваши вибрации они слишком высокие для среднестатистического человека то что для вас будет важно и ценно это будет не то чтобы осуждаемо о других людей они просто будет крутить возле sky говорит ну ты сумасшедший зачем тебе это ну то есть для чего ты это все изучаешь да это вот ненужные вещи да особенно допустим если это касательно как-то философии да либо каких-то эзотерических знаний и понятий то вам все время будет говорить как это ты можешь применить в обычной жизни зачем это слив энергии это слив денег живи уже спокойно живи как все и вы знаете вот это вот вас будет очень сильно огорчать и ранить почему потому что вы не сможете показать вот эту ценность и важность другим людям не потому что это важно для вас а потому что это вообще важно в развитии любого человека и вы понимаете что вот вы на одну на две ступеньки выше других людей и как бы у вас не было вот этого вот желания показать вот эту красоту мира показать нечто большее нежели просто туннельное зрение до другого человека но как тут помочь другому человеку расширить его видение расширить его знания люди будут находиться в недоумении то есть ну а зачем нам это нужно и вот здесь вот появляется вот эта вот грусть в контексте того что ну как ты не понимаешь это важно да и вы внутри себя в чем проблема вы внутри себя то это чувствуете чисто на интуитивном уровне но донести эту информацию до другого человека вы не можете к сожалению вам очень необходима тишина вам необходимо быть собой да как-то погружаться вглубь себя вам важно вот это вот состояние правильного времени да когда все во время это я никуда не тороплюсь я четко знаю что мне нужно как мне нужно да и вот это вот не состыковка здесь общее такое ощущение да что вы себя разрушаете по причине того что вы хотите вписаться в общепринятые шаблоны и рамки да когда люди все куда-то бегут бегут непонятно зачем непонятно для чего есть какая-то спешка у вас есть глубокие знания вы понимаете что для того чтобы прийти к себе познать себя надо наоборот убирать эту спешку и вот здесь идет не состыковка да вот вы у меня такая картинка что как в кино вот вы стоите и слева справа есть какой-то вот прям на центральном шоссе слева справа есть двухстороннее движение причем это такое скоростное все вот так вот проходит а в одну сторону и другой мигает а вы находитесь в моменте здесь и сейчас и и вы не понимаете то есть а куда спешить то есть а когда жить да если все мы постоянно бежим вот здесь вот у вас иногда возникает желание сказать что люди остановитесь да то есть вы не осознаете что вы делаете вот прям не то что здесь какая-то какое-то миссионерство но иногда вот огромная несостыковка вашего понятия вашего мировоззрения с мировоззрением других людей и вот в этот момент вам хочется углубиться в себя в этот момент вам хочется побыть собой чтобы знаете много энергии тратите на то что сопротивляетесь тому миру который вас окружает вот этому более земному более материальному и вам периодически нужно как-то уединяться чтобы отдохнуть чтобы но заполнить себя как-то но наполнить себя энергетически до чтобы просто элементарно сесть почитать какую-то книгу как-то успокоиться расслабиться кто-то слушает вечерами тихую такую фоном музыку ставит без без слов да просто мелодию она как-то вот вас успокаивает и вот вы разрушаете себя если сказать в общем и целом тем что просто хотите как-то вписаться в этот мир вписаться не получается потому что у вас какой-то вот свой мир это знаете как будто бы вот называется одна вселенная до внутри другой вселенной они абсолютно разные но вот как-то вот взаимодействия между ними не происходит что касается ваших желаний и амбиций да вот в этом плане как вы себя разрушаете разрушаете себя как-то некой такой стабильностью что ли а у меня такое ощущение что у вас периодически происходит какие-то инсайты то есть вот энергия здесь такая говорит о человеке который живет в потоке вот пришла какая-то идея пришло какое-то состояние и вы хотите его прожить именно в этот момент но вот для того чтобы вписаться в общепринятые шаблоны вы как будто бы с одной стороны иногда что-то на вас находит и вам кажется а может быть действительно мне нужно жить как нормальные люди нормальные это как среднестатистическое количество людей в контексте того что вот как-то планы писать и вот вы иногда себя вставляете вот эту планку что надо вот там не знаю как-то план на полгода сделать как-то прописать возможно свои желания свои цели и ну вот как будто бы их заземлить а вы по натуре вот здесь какой-то огненный высокодуховно развитый человек ну то есть у вас другие принципы у вас другие ценности и вот вы разрушаете себя заземляя да то есть вот каким-то постоянством здесь ощущение того что вот ваша энергия она как вода она такая текучая она такая плавная да и у реки нету конкретного но у него есть направление да но в любой момент встретив какую-то преграду вы можете поменять ну то есть река может поменять направление а здесь такое ощущение что вам кажется что это как-то ну быть неприемлемо от других людей и вот вам нужно как все плыть в одном направлении да вот как-то не ответвляться не отходить в другую сторону потому что ну так не принято да все люди ставят прописывают как-то свои цели свои задачи а вы другой человек и вот это вот иногда вас разрушает почему потому что вы наоборот как-то заземляетесь да вы уходите с головой в работу но это не то что вам приносит удовольствие да вот ваша натура она такая вот я хочу это узнать я хочу это узнать и здесь мне любопытно и здесь мне интересно и все это жизнь да а вы иногда переходите в другую в другое состояние когда хотите все по плану да все как-то не знаю как-то структурировано да вот все как-то формы какие-то привести в рамки какие-то в ограничения да чтобы была стабильность просто потому что только так вы чувствуете себя иногда чтобы как-то можете соответствовать там мир того миру который вас окружает и вот это вот разрушает то есть здесь понимаете какая общая энергия идет либо вы позволяете себе быть таким каким вы есть на самом деле да либо вы периодически соответствует внешнему миру это абсолютно разные да это разные энергии это разные частоты разные скорости и вы у вас бывает так что когда вы находитесь в себе люди вас не принимают да и вас это огорчает а когда вы находитесь ну становитесь как другие люди это огорчает вас это как-то разрушает вас вот здесь вот теневой ваш аспект да он непосредственно связан как-то с развитием я хочу немножко уточнить когда вы уже знаете что в чем здесь минус вот вот вы может быть долго думаете так долго что-то решаете но потом что-то на вас нападает когда вы уже приняли решение здесь такое ощущение что вы можете идти по головам то есть такая вот очень жесткая энергия достижения своих каких-то желаний хотя в общем плане вашей энергии она такая мягкая как стихия воды а тут вдруг неожиданно она как а становится воздушный такой очень резкой колкой целенаправленные да я могу снести все на своем на своем пути и это происходит только тогда когда у вас появляется вот периодическое какое-то вот оценивание да вы как-то впадаете в какой-то период когда начинаете пересматривать а правильно ли я двигаюсь правильно ли я делаю что у меня в жизни будет и вот здесь как будто бы вас но вот подменили вы становитесь абсолютно другим человеком здесь скорее всего это и есть тот период когда вы уходите вот в этот материальный мир то есть вам вдруг неожиданно почему-то кажется что вы должны зарабатывать много денег да вот вы придумаете себе что я должен там построить дом либо иметь какие-то материальные блага хотя на самом деле ну в этом нету для вас ценности но вот иногда на вас что-то нападает и вы принимаете какие-то такие решения что вот скорее всего когда вы хотите соответствовать да когда вы устаете от того что вас не понимает когда вы устаете от того что он постоянно тыкают что вы не такой как все и вы решаете все вот теперь я буду ладно я буду жить так как мне говорят да может быть эти люди и правы и вот в этот момент вы начинаете себя разрушать и делать то что в принципе не приносит вам какого-то удовольствия вам кажется что именно это вам принесет удовольствие да но в этом нету то есть понимаете вот здесь по первой позиции вам приносит удовольствие развития вам приносит удовольствие именно какое-то вот возвышенное духовное состояние души духовное станет души прекрасно но вы поняли то здесь достаточно такие высокие вибрации и вы по своей натуре достаточно минималистичны у вас нету то столько много требований касательно какого-то вот каких-то материальных удобств да то есть вы можете согласиться на нечто меньшее да там я не знаю может быть в идее в одежде каких-то развлечениях но при этом вы возьмете все по максимуму касательно вашего развития какие-то курсы да какие-то книги встречи с людьми единомышленниками то есть вот то что вы наполняет вашу душу то что вас наполняет даже не на уровне эмоциональном а вот каком-то на уровне душевном что ли вот за это вы готовы платить очень большие деньги и и люди это не понимает и здесь вот проблема в том что вы хотите соответствовать тому чем вы не являетесь здесь как будто бы вы забываете себя кто вы есть на самом деле идете другим путем и тогда у вас начинаются проблемы и здесь у вас на самом деле самые большие разрушения идут на материальном плане да на материальном уровне у нас здесь выпадают да это самые большие уроки у нас выпадает здесь дьявол и выпадает высший суд то здесь у вас все что связано с финансами да все что связано вы можете срываться да вот смотрите как это может проявляться когда у вас появляется не состуковка неудовлетворение когда нету душевного равновесия и спокойствие да как раз ки в те моменты когда идет вот борьба между внешним миром и внутренним миром да то есть быть собой либо соответствовать другим людям и их ожиданиям и требованиям да здесь вот вас материальном плане появляется дьявол появляется зависимости здесь вы можете включать как раз таки переедание да здесь может включаться какой-то момент а вот хочу пойти в загул прямом смысле слова да это может быть там я не знаю какие-то беспорядочные связи здесь может присутствовать вот знаете переедание да не может присутствовать алкоголь выпивка знаете вот очень много вечеринок то есть если в нормальном состоянии да для вас очень важна тишина то в минусе здесь получается когда вот у вас такой вы на борт хотите уйти в загул каждый вечер я не знаю куда-то на вечеринке то там где шумно где очень много народу до многолюдно вам и это не ну это не совсем ваше и после этого это знаете вот вы как будто бы себя наказываете вы себя наказываете за то что вы не можете найти свое место здесь вот общее такое да что вы не можете найти свое место и вот это вот ваш главный урок причем этот урок может быть связан еще и с вашей семьей да вот как то вот по родовой линии то есть вы как будто бы отыгрываете роль либо своего отца либо своей матери до когда треугольники я не люблю это да ну вот здесь вот есть присутствие каких-то третьих сил присутствие допустим третьих людей вы начинаете себя как-то разрушать да вот входите в какие-то токсичные может быть отношения когда изначально вы знаете что вам это не нужно вот здесь вот есть такое давайте мы посмотрим для чего вот вы разрушаете посмотрели да как вы себя разрушается на разных уровнях для чего вы это делаете но здесь знаете вот как будто бы наказание в принципе карты метафорические и показывают на то что я рассказала ранее для чего вы это делаете для того чтобы как-то знаете получить вот ощущение того что вы не в своей стадии да вы как будто бы изгой и здесь нравится другим людям ну то есть чувство как будто бы вы не можете найти себе равных вы не можете найти себе единомышленников таких как вы и вот это вот иногда иногда не всегда но иногда она вы устаете от этого и вот тогда вы хотите быть похожим на других людей потому что вот здесь присутствует какая-то разница да это может быть разница с другими людьми в возрасте либо вы себя чувствуете что-то вы взрослее чем другой человек не биологически а именно по миру восприятия да ну то есть вам не интересно боже какие они дети да как они мыслят ну то есть вам скучно либо вы для чего это делаете да когда вот ну ощущение того что вы прислушиваетесь к мнению других людей просто иногда для того чтобы вот вы знаете что есть правильно да но иногда думаете блин ну может быть я где-то в чем-то не прав ну давай я послушаю и сделаю так как мне говорят и хотя изначально вы сделал гну знаете внутри себя что это ошибочно вот как-то вот не то чтобы поддаетесь но здесь осознанно это понимаете для какого-то урока ладно ну то есть я не могу быть все знаки давай я попробую может быть где-то я ошибаюсь и вот вы пробуете то что вам рекомендую то что вам говорят и это не приносит вам удовольствие да то есть и вы потом начинаете себя ругать и корить за то чтобы блин ну я же знал да я же знала что так не надо делать но вы все равно это делаете почему потому что здесь неудовлетворение внутреннее что вы не можете найти себя что вы не можете найти свое место под солнцем что вы как-то но вот чужое ощущение да что я чужой я не могу найти что-то чтобы напоминала мне меня и дело в том что это все связано с тем что вы внутри себя не можете примириться да то есть здесь ощущение того что вы не можете себя принять таким какой вы есть не похожи ни на кого вот индивидуальный единственный во всем мире и вы это не можете принять вы даже осознанно знаете что вы делаете вы себя занижаете и принижаете потому что вы устали от того что у вас постоянно пальцем тыкают и говорят ну да ты же умный типа ну-ка порекомендую знать вот какой-то вот издевкой да иногда даже бывает и вы уже думаете да ладно я уже прикинусь дурочкой да либо дурить дураком чтобы уже ну оставили меня в покое и вот знаете это как это вот у меня такое ощущение что вот если бы бог спустился на землю и посмотрел вот бы но вообще уровень людей да где он и и где все люди по развитию по пониманию и вот что-то такое у вас возникает а вот какая-то несостыковка и от этого не комфортно это например если вы там ну я не знаю зарабатываете ну 15 тысяч рублей да к примеру и вдруг неожиданно оказались в среде где ну 15 тысяч люди платят просто за простой ужин да это на скорую руку и вы так понимаете что блин я должна целый месяц работать а тут человек эти деньги ну отдает просто за какой-то ужин и и и вот вы оказались в этом богатом районе вы смотрите на эти дома и вам некомфортно да то есть вы смотрите допустим белые ковры у кого-то и вы хотите раздеться но снять обувь а вам города нет у нас не принято да то есть в обуви идеи вы так смотрите блин в обуви ну там пыльно грязно я по белому ковру буду ходить ну то есть вы понимаете вот вам некомфортно вот вы так живете да почему потому что вам сложно принять себя таким какой вы и что с этим делать такие большие позиции на соли что с этим делать интересный вопрос что с этим делать знаете у меня такое ощущение что просто наслаждаться здесь вот как-то по-другому и объясните эти карты не могу вы сами себя разделяете вы сами себя отдаляете от других людей да то есть вот вот это вот некое превосходство да в некой степени она идет даже в минус и и здесь даже не вопрос о гордыне здесь вопрос том что вот ощущение вашего превосходства в чем-то на другими людьми а она является причиной того что вы сами выстраиваете вот какой-то барьер до между вами и другими людьми и здесь просто вам надо радоваться да то есть если кто-то считает что вы выше их получаете удовольствие от этого до принимаете хотят вас палить принимайте эту бухвалу я понимаю что здесь некомфортно людям почему потому что ну вы знаете что такого эго и вы конечно же не хотите быть эгоистами но если люди хотят признавать вас ваши таланты ваши способности это их право а здесь такое чувство что вы твой не даете им это право потому что у вас другое мировоззрение что он выражение да не создай себе кумира и вы не хотите быть кумиром ни для кого но видимо людям это очень важно поэтому вам нужно здесь принять да знаете вот что делать проще относиться проще относиться ко всем кризисам проще относиться ко всем трудностям с которыми вы сталкиваетесь то есть уметь оставлять какой-то вот жизненный опыт позади то что вы уже прожили оставить и пошли пойти дальше налегке не обращать внимание на то что ну допустим люди хотят сделать из вас кумира да прекрасно улыбнулись и и пошли дальше здесь нужно единственное ваше спасение будет это чувство юмора чувство юмора и не не принужденности да то есть давайте людям то что они хотят если они хотят видеть вас вот этот вот блеск что вы прекрасно что вы шикарно так дайте им эту возможность видимо для чего-то им нужно не надо доказывать допустим людям что нет я не такой то есть я обычный человек как и ты да то есть если ты прочтешь книги как и я ты тоже самое поймешь тоже больше таким не надо этого делать до люди для чего-то им важно поклоняться вам нет я не могу здесь по-другому объяснить как действительно простое элементарное поклонение принимать принимается видимо пришел такой период что когда вы примите это в себе то что будет то во первых это будет знаете вот ощущение того что наконец-таки вы найдете свое место под солнцем вот как только вы это примете да как будто бы вся ситуация каким-то образом стабилизируется вы во первых найдете связь это будет связь какой-то более плотный канал до с высшими силами я не знаю какая связка здесь ну то есть я не могу ее ловить но есть такое ощущение что вы как будто бы вот эту вот свою духовность вы ее действительно заземлите и у вас наладится очень прочная связь с высшими силами то есть вас не будет вот этого вот метания туда-сюда туда-сюда у вас начнутся перемены да вы осознаете что то что для вас было важно да а здесь вот скорее всего важность вашего духовного развития вы это оставите и пойдете дальше здесь возможно ощущение да и понимаете вы через это приобретете новую силу это даст вам больше энергии потому что знаете когда здесь скорее всего когда вы не принимаете вот эти вот похвалы благодарность в свой адрес до других людей когда они хотят признать вас кумира здесь такое ощущение что как будто бы вы не принимаете какое-то свое мастерство какую-то часть себя не принимаете то есть в том в чем вы хороши действительно и вот как только вы позволите людям действовать в отношении вас так как они хотят ну то есть они хотят вас валить они хотят вас благодарить да ради бога пускай это делают до признают ваши таланты ваши способности и как только вы это позволите вы как будто бы внутри себя позволите увидеть вот это вот свое внутреннее богатство и вы его примите как только вы его примите у вас прям знаете такое ощущение что прорыв будет прорыв и это придаст вам много силы и это выбросит вас еще выше уровня на том которым вы находитесь да вот такая вот у нас была с вами первая позиция жизнь какая что же я такие длинные это расклад это делаю я переживаю на этот счет но видимо вы не против да я так надеюсь я с вас решила что вы не против что они такие длинные большие напоминаю можете поставить в настройках до скорость 125 и просто быстрее меня слушать вот тогда вам не покажется что такие большие расклады не знаю почему я переживаю так а вторая позиция как вы себя разрушаете карта в принципе прекрасная если бы не были ответом на вопрос как вы себя разрушаете ваше основное состояние она заключается в том что вы эмоционально зависимый человек о чем я о том что ваша жизнь зависит от вашего настроения вы очень часто впадаете вот в какую-то апатическое какое-то грустное на состояние когда вот вы быстро вам что-то надоедает вам периодически хочется каких-то новых развлечений чего-то нового и вот вы быстро присыщаетесь тем что имеете на эмоциональном плане и вот это вот грустилка она очень сильно влияет на вас ощущение какой-то знаете несостоятельность ощущение того что не то чтобы здесь депрессивное состояние а вот какой-то вот упадок да ничего меня не удовлетворяет ничего мне не нравится я устал нету сил как-то вот морально эмоционально здесь не про физическая усталость а а здесь вот как будто бы про эмоциональное ощущение того что вот вам хотелось бы что каждый день был праздник что вот как-то вас развлекали застой вот эмоциональный застой да когда ничего не происходит да все какое-то вот такое однообразная как рутина это и это основная проблема как вы себя разрушаете если мы говорим об эмоциональном уровне да как вы ну на ментальном плане вы себя разрушаете то здесь аркан колеса фортуны говорит о том что вы ходите по одному и тому же сценарию одной тоже проигрывается да здесь какие-то могут быть навязчивые мысли а мысли по поводу того как вы кем бы вы могли быть как бы в жизни все могло реализоваться по другому то есть понимаете вот у вас сценарий того что вы хотите движение да какое какого-то движения но это движение вы не получаете возможно не получаете каких-то перемен то есть вы хотите что я не знаю что то бы случилось не созданное вашими руками а вот какая-то внешняя сила до от высшей силы я не знаю что-то бы случилось и процесс бы закрутился да и вот как бы жизнь ваша заиграла другими красками да появилось бы какое-то движение появилось какое-то новое общение какое-то вот развитие причем вы это ожидаете от внешнего мира не от себя чтобы создать это а именно как-то вот от судьбы вот я хочу чтобы судьба мне подбросила что-то такое вот тогда я буду действовать и вот вы об этом думаете постоянно это ваш сценарий который вас разрушает то есть когда вы полностью полагаетесь на судьбу что она внесет как-то свою лепту а не то чтобы ну самостоятельно как-то все взять в свои руки что касается эмоциональных каких-то разрушений здесь также знаете ощущение того что насколько я ценен на хочется вот какого-то подарка судьбы здесь тоже да туз педакли он говорит я хочу какой-то вот подарок судьбы именно на эмоциональном плане я не знаю может быть хочу партнера может быть хочу что-то но опять-таки не то чтобы я к этому шел а вот чтобы это свалилось мне на голову и чтобы это было самое такое вот идеальное вот здесь вот ощущение того что вы ждете когда же это наступит и причем здесь вы еще каким-то образом удерживаете переживание до того что уже было в вашей жизни да то есть как-то вот а то что вы утратили здесь такое че не что на эмоциональном плане вы себя разрушаете через то что вы не верите вы не верите что вообще у вас могут быть например кто ищет отношения что они у вас могут быть либо что-то изменится и вот вы наполнитесь как-то эмоционально как-то все переродится как придет удача придет счастье вот вы в это уже как-то не верите ну конечно знаете здесь основное то что я сказала это ваше настроение вот если вы научитесь управлять своим настроением тогда вы уже не будете себя разрушать потому что здесь чувство что вы зависаете в какое-то болото эмоциональной вам трудно оттуда выходить и вам нужен кто-то кто помог бы вас вытащить то есть вот здесь долгое какое-то зависание на входите в этот ну апатическое состояние и вас оттуда вытащить очень сложно и вот вы начинаете эту ментальную жвачку до прокручивать и мечтать о том что вот что-то произойдет мне вытащат меня помогут вот и плюс ко всему начинаете вспоминать что о когда-то было хорошо когда-то у меня были отношения а сейчас я уже никому не нужна вот принимать начинайте вот совмещать эмоциональное и ментальное что касается ваших каких-то желаний и амбиции вы не закрываетесь вы закрываетесь от мира вы закрываетесь от всего вам принципе то ничего и не нужно да вот здесь вот какая-то позиция уединения оставьте меня в покое я ничего не хочу я не хочу никуда идти мне не нужно никак действовать иногда бывают такие просветы до что я хотел бы реализовать как-то свои способности а вообще здесь единственное желание как-то избавиться от прошлых эмоций и состояний которые для вас негативные но есть люди которые вспоминают что-то приятное до в жизни что у них уже было а здесь у меня такое ощущение что вот вы себя подпитываете какой-то энергией того когда вот жалость к самому себе да возникает вас кто-то оставил как-то вот обидел вы вот как-то привыкли здесь дело привычки понимаете на эмоциональном плане минусе да ну не то что все остальное было в плюсе да одно вот хуже всего здесь ваша неуверенность ваша неуверенность в себе вот это вот суета непонятно ощущение того что вот ваша жизнь она какая-то бессмысленная да то есть вы разрушаете тем что вы не видите смысл жизни вы не знаете для чего вообще радоваться да как вообще люди живут что есть жизнь такое ощущение что вот какая-то суета рутина бытовуха ну все так живут и я так живу ну вроде бы грустненько и возможно кто-то потом смотрит я не знаю но людей которые занимаются каким-то вот экстремальным спортом да совершает какие-то вот пешие прогулки там мотостопом куда-то путешествует вот вы смотрите вы говорите вот и я бы так хотел но я это делать не буду вот как-то вот что то здесь такое я не могу вам объяснить вот а причина опять-таки нет ощущение того что вы не можете найти себе пару вы не можете найти внутри себя какую-то вот гармонию баланс вот это вот чувство любви и и в прямом смысле может быть не можете найти для себя какую-то пару а потому что я не знаю вы как будто бы не хотите и вы эти перемены как-то вызываете а одни и те же поступки то есть здесь такое чувство да что я хочу чтобы жизни что-то изменилось но при этом вот эти вот изменения вы делаете так как совершаете действия такие которые вы совершали ранее здесь вот возникает вопрос что если ты делаешь одно и то же каждый день как твоя жизнь изменится то есть нужно совершать какие-то другие дела какие-то другие поступки чтобы получить какой-то другой результат а вот здесь вот у вас результата вот этого вот баланса и гармонии которые вы хотите прийти внутреннего успокоения она не происходит потому что нету перемен есть как-то вот вы сами себя обманываете обманываете именно в каких-то своих желаниях что вам действительно нужно что действительно вы хотели бы вот здесь не то чтобы вы на придумывали что-то касательно своего состояния души да вот иногда мы фантазируем дали бы еще что не здесь не про это а здесь такое ощущение что вы не слышите себя не слышите свое состояние вы не понимаете свое душевное состояние здесь вот знаете я попробую это описать это скорее всего года человек проживать не в своем теле и не знаю почему ко мне пришел вот этот вот образ но а знаете как и я это вижу как будто бы вот душа вошла не знаю но условно говоря да у души нету пола но представьте что допустим у вашей души есть женский пол а она как будто бы вошла в мужское тело и вот здесь есть какая-то несостыковка я хочу что-то такого что соответствовало бы женским каким-то качеством мягким таким да а здесь вроде бы мужское тело которое меня тащит я не знаю там дрова пилить либо в огороде копаться либо воду из колодца таскать какие-то физические нагрузки и вы не понимаете все что 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 происходит здесь настолько вы запутанные настолько я не вижу чтобы были здесь какие-то проблемы до конкретные вот сказать что вот сделай вот так и у тебя все пройдет а здесь вот все такое вот мутное вот еще только луны мне здесь не хватало для полного счастья на самом деле потому что энергия она вот такая какая-то водная какая-то мутная непонятная растекающаяся я как будто бы сам не понимаю что я хочу для чего мне это надо и поэтому скорее всего вы надеетесь на то что прилетит этот как его крокодил гена в голубом вертолете и покажет прекрасное кино вот когда вот этот вот гена прилетит я не знаю но вы его по крайней мере ждете и пока вы ждете вы ну свою жизнь делаете хорошо для чего вам это все дано я даже не могу вам объяснить если чего вам это дано но здесь такие карты противоположные то есть с одной стороны говорится не примута какой-то кровожадности да а главным герои которые там я не знаю пошел и зарубил кучу животных вот то есть охотник он не охотник не знаю весь у него топор в крови и и вот он как будто бы знаете человек который очень много грешил и потом в конечном итоге поняла свою ошибку и хочет узнать вот пройти здесь на картинке в церковь да и ну искупить как-то свои грехи вот и возникает вопрос да а в чем вы здесь решили на в чем здесь грех то что именно здесь ощущение для чего вам это дано для того чтобы искупить какие-то вот свои грехи причем скорее всего возможно даже и прошлого воплощения либо перед всеми людьми может быть у вас есть чувство вины здесь а людьми даже которые уже не не живут здесь вам показывают то что вы должны вырасти вы должны повзрослеть вы должны как-то знаете вот обычно говорят да когда ты уже помнишь на когда ты уже возьмешь 6 свои руки то есть хватит уже придумывать того чего нету начни уже жить совершать какие-то действия получать от этого удовольствие то есть как будто бы знаете вот вилами по воде вот вы сидите так либо ручку есть кто-то ручку в воду либо ну какой-то вода водоем озеро что-то такое вот вы рукой так проводите тихо спокойно какая-то узнаете бессмысленно вот ваша жизнь она какая-то ну я не знаю бессмысленная какие-то действия которые ни на что не направлены я не говорю что у вас должны были какие-то цели но вы хотя бы по чтобы получали удовольствие от того что вы делаете а вы это делаете знаете бывают люди дети которые бушек как их называют которые закрываются в себе и собирают совершают одни и те же действия но не знаю может быть кто-то раскачивается я не помню как это называется тут вот раскачивается кто-то вот просто рисует вот одно и то же одно и то же как будто бы знаете вот какое-то вот психическое расстройство я не говорю чтобы больны я описываю состояние когда что-то мы повторно делаем не могу понять для того чтобы себя успокоить либо для того чтобы себя занять чтобы не придумывать не искать каких-то смыслов да не совершать какие-то действия я не могу понять но здесь есть полное такое ощущение да что я вообще вообще никому не нужен да здесь во первых вы к себе так относитесь очень жестко да вас очень говорят не ну сплетни какие-то да очень колки выражения за вашей спиной много говорят не очень приятных слов да здесь поражение выпала карта до который говорит о поражении из-за своей какой-то вот несостоятельности понимаете вот у вас такое ощущение что вас постоянно как-то гнобят что-то говорят и вы это принимаете то есть вы никак не реагируете на это потому что не знаю может быть верите в это но хочется сказать да вот встряхнуть вот этого четверка кубков как она начала весь расклад она мне это постоянно и показывает вот этот ваше апатическое состояние неуверенность куда двигаться я не понимаю вот я же говорил еще он и не хватало для полной счастья вот она и выпала луна знать какая-то вот такая затуманенность я отвечаю все на вопрос да как вы себя разрушаете ну вот вот так вы себя и разрушаете вот этой неопределенностью непонятными какими-то ложными мыслями здесь если бы допустим у меня был другой канал да а не этот я бы могла сказать что кто-то здесь принимает какие-то психотропные лекарства да может быть допустим если у вас там я не знаю долгое время какая-то депрессия да вот психотерапевты начинает психиатры психиатры дают какие-то препараты да для того чтобы как будто бы выйти человеку из этого состояния и человек превращается в овощи вот здесь вот чтобы вот вам понятно было да у меня ощущение что-то вы как будто бы какой-то овощ и я не знаю что мне сделать здесь по ощущению то есть стряхнуть вас так как-то вот зажечь вот пустота в глазах понимаете вот я смотрю ваши глаза и я не вижу ничего я не вижу жизни и не могу понять что я могу сделать для вас вот как это описать вот здесь вот состояние овощи меня ничего не радует я не я понимаю что как вы себя зарушаете что это но в не в постоянно в таком состоянии находится что возможно это просто какой-то этап иногда у вас бывают такие периоды но это очень-очень жестко на самом деле не надо себя так пожалуйста разрушает любите себя более бережно к себе относитесь пожалуйста потому что это это очень неприятно это и мне я же замерзла честно вот я не знаю это ваше состояние души такое холодное либо что он вот живой овощи нету жизни отказ от жизни не принятие жизни не желание жить и вот пока вы сами не захотите вот оттуда вас никто не вытащит то есть вот это вот перекладывание ответственности что ну вот вдруг я помолюсь и бог мне пришлет кусочек сыра да и я как будто бы ну смогу быть сытом не здесь не будет этого сыра здесь вы должны захотеть здесь вот ключевое для чего вам до сюда чтобы вы вы захотели жить жизнь какая-то что с этим делать выходить за рамки выходить за рамки того как вы живете прям в прямом смысле делайте то чего вы никогда не делали прям я знаю ставьте себе цели день изо дня делайте какие-то маленькие движения 180 градусов разворачиваясь от того что вы привыкли делать перестать на себе тащить то что вам не свойственно то есть но то что вас грузит я не знаю вам нужно научиться оставлять этот хлам нафиг выбрасывать не надо тащить из прошлого то что уже отжила выбрасывайте идите по жизни налегке главное чтобы вы жили главное чтобы но здесь вот понимаете вам не хватает поддержки семьи вам не хватает теплоты вот я поняла все что вот это вот вся энергия до которые я описывала водная она очень холодная здесь не хватает огня вот здесь у меня такое ощущение что вот вам не хватает какой-то поддержки вам не хватает веры вас вам не хватает огонька чтобы согреться чтобы согреть вот свою душу чувство как будто бы зима все замерзла даже если выйдет какой-то цветочек даже тот же самый подснежник и наступят морозы и не он погибнет потому что но холод он не вытерпит вот здесь вот ваше состояние ваше время года это возьма вот так вы себя разрушаете понимаете даже когда бывают какие-то просветы вашей жизни до когда какая-то искра загорается внутри вас вы все равно живете с оглядкой назад а вдруг а вдруг опять что-то произойдет причем что-то такое неприятное когда вы почувствуете себя действительно грязным человеком вот я говорю за какие-то грехи у вас я не знаю что здесь было но вы себя очень сильно вините в чем-то вы себя наказываете вот здесь вот реальное какое-то самобичевание причем какой-то садистское отношение к себе что вы чувствуете знаете какой-то вот ответственность и вашей семье перенесли на вас а у вас нету принятия этого вы не готовы были и вот знаете когда ну я грубый пример приведу но потому что ну чтобы вам было понятно здесь такое ощущение когда допустим семье кто-то убил кого-то и на вас упала вот это вот ответственность до взять ответственность за это убийство то есть вы не виновны но вот на вашу спину на на ваши плечи спину сказал мне случайно это из прошлого на ваши плечи как будто бы не знаем как тут пожертвовали собой сказали что ладно у меня все равно ну жизни в радость я я сяду за тебя допустим там в тюрьму и неважно что это там пожизненно или как-то будет и вот это вот ощущение это пример для того чтобы вы поняли о каком состоянии я говорю да может быть здесь какое-то действительно заключение до либо не принятие своего какого-то тела до непонимания своего тела в ощущении что вы заключены в какое-то тело вам ненужное не и вы не можете выйти вы не можете ограничения вы не можете выйти из этого состояния здесь грусть вот прям вот это вот может как называют этих детей не помню ну неважно я просто нахожусь вот в этом состоянии знаете как ёжик в тумане и мне хочется прям знаете вот так вот головой об стенку биться на и все больше ничего не хочу делать я даже эту боль не ощущать то есть она настолько затупляет физическая боль затупляет мою душевную боль что я не замечаю то есть даже если откроется дырка в голове и пойдет кровь я это не буду ощущать то есть вот вот здесь вот прям вот настолько вы себя здесь даже не проносили знаете как то вот какие-то мазохистские наклонности но они такие знаете точечные хирургические прям все продуманное так что вот ни к чему не придраться я не знаю не делать так пожалуйста ну как то вот я не знаю более трепетно отнеситесь пожалуйста к своей душе не надо так пожалуйста себя разрушать это неприятное состояние я знаю что вы в этом живете а мне просто вот час на несколько минут было дано вот это вот возможность ощутить ваше состояние и она жуть как неприятная жуть ужас любите себя больше пожалуйста так а мы с вами переходим позиции номер три зелененькому камешку еще одна такая вот одно такое эмоциональное состояние и все я больше не не вытерплю это проживать ну что троечки надеюсь вы меня согреете то я после двоек замерзла реально замерзла хорошо как вы себя разрушаете мои золотые давайте посмотрим я же просила меня согреть я не просила чтобы не опять было холодно человек который торола который работает с энергиями хорошо а как вы себя разрушаете здесь выпали у меня ну по справедливости да что может быть вот человек борец за справедливость это вот самая такая так раз два три 433 великих аркана классная позиция постоянное желание до быть справедливым на самом деле это чисто конечно мои субъективные на мир не не совсем-то и справедлив вот но либо жизнь какая-то такая да не всегда бывает справедливые если оценивать с точки зрения человека до в рамках одного воплощения и вот здесь вот чем вы себя разрушаете потому что это тем что вы смотрите на мир как раз таки с точки зрения как все должно быть что все должно быть равновесие все должно быть в балансе все должно быть правильно все должно быть по закону все должно быть справедливо и вот с этим мечом до мечом закона вы как божественного закона так и земного как причинно-следственная связь, вот вы с этим идете по жизни. И это в какой-то момент вас разрушает. Знаете почему? Потому что вы не даете себе возможности немножко расслабиться. Вы не даете себе, я не знаю, как-то не то чтобы оступиться, но позволить сделать что-то такое противозаконное, что ли. Я не имею в виду то, чтобы как-то нарушало. А вот здесь вот такое ощущение, что даже ночью, когда на дороге нету машин вообще и загорается красный свет, и вы будете одни на дороге, вы остановитесь. Вы не будете нарушать, вы не проедете на красный свет. Даже при условии того, что вообще никого нет на улице, ни одной машины, вы одни за рулем, единственные. Вы все равно будете соответствовать. То есть надо переходить по зебре дорогу. Вот вы по зебре, вы не будете там 2 сантиметра туда правее, либо левее. Вот как нужно, как правильно. И вот это вот иногда оно вас угнетает. Почему? Потому что ну хочется немножечко расслабиться, да. Хочется себе разрешить что-то. Я не знаю, допустим, если врач пописал какой-то рецепт, надо принимать лекарства ровно там в 11 утром и в 11 вечера. Вот вы ровно, прям тютельку в тютельку это будете делать. То есть вы прям исполнитель закона. И это иногда утомляет. Это иногда... Здесь как будто бы, знаете, какое-то вот наказание, да. Здесь разрушение идет через сцеплину, через дисциплину. Очень такую жесткую, строгую. Вот надо так? Все, я так буду делать, да. Вот надо мне, например, каждый день ходить в спортзал. Даже в те дни, когда мое тело отказывается, я все равно себя буду насильно заставлять это сделать. Почему? Потому что так правильно, так справедливо. Это хорошо мне надо. Вот это такая, знаете, какая-то жесткость по отношению к самому себе. Это вас разрушает. Что касается ментального плана, как вы здесь себя разрушаете, а вы постоянно рушите, доводите что-то до стабильности. Ну, то есть создаете, а потом это разрушаете. Строите и рушите. Вот здесь, если можно так сказать. То есть тот момент, когда можно наслаждаться, как-то получать удовольствие от своих результатов, вы это оставляете позади, идете дальше. Вот здесь аркан смерти, он говорит о том, что вы должны периодически находиться в каком-то движении. То есть здесь ощущение того, что у меня нет права привязываться к чему-то. То есть путь, который я выбрал, да, он предполагает постоянное движение. И если я не хочу, чтобы мне делали больно, я не должен никому и ни к чему привязываться. Тем более, если мы говорим о каких-то радостях, да, о каком-то празднике. Мне надо постоянно идти дальше, оставлять позади. То есть вот здесь вот чувство такое, что вот вы выбрали для себя какой-то духовный путь развития. И вы себя, так знаете, закаляете. Здесь кто-то может говорить даже себе, что если вас спросить, почему вот на вашем пути столько трудностей, да, сложностей, как вы это объясните. У вас здесь как будто бы такое выражение у себя, говорите, если не я, то кто? Кто-то же должен как-то вот этот мир изменить, да, кто-то же должен в этом мире соответствовать каким-то правилам, да. Надо же как-то вот сгармонизировать, привести вот весь этот хаос, да, в какой-то порядок. Здесь вот как будто бы вы какие-то стражи, что ли, порядка. Может быть, в прямом смысле кто-то работает в милиции, да, вот в органах каких-то. Здесь вот чувство какого-то карателя. Либо у вас здесь вот это вот мышление, да, вы не привязываетесь, стараетесь, да. Вот вы себя иногда лишаете чего-то осознанно для того, чтобы не быть зависимым. Ну, я не знаю, например, очень какое-то вот спартанское здесь воспитание, да, то есть я не буду спать на кровати, я лучше буду спать на матрасе, а не на кровати. Почему? Потому что вдруг, я не знаю, я потеряю дом, и потом мне придется жить в каких-то других условиях, у меня не будет этой кровати, поэтому зачем не привыкать, да. То есть я, вы закаляете себя периодически духом, причем неважно, вы мужчина или женщина, да, то есть вы такой достаточно стойкий. Я уже не говорю о том, что вы не позволяете себе плакать, да, что такое, что такое слабости, о каких слабостях мы вообще говорим, да. То есть вы сильный духом, вы воин, у меня прям такая энергия. То есть если женщина, то обязательно амазонка, да, то есть она даже не Диана, там, или Артемида, а который живет в природе, да, она не тоже охотится, вот, но здесь какая-то вот такая жесткая, какое-то спартанское воспитание, не знаю, может быть, вас так воспитывали. Хорошо, что касается того, как вы разрушаете себя на эмоциональном плане. Знаете, здесь хочется сказать какой-то вот идеальной любви вы хотели бы, да, либо здесь есть вот чувство, когда вы выбираете, опять-таки, да, вот одиночество осознанное. То есть я понимаю, что моя жизнь – это опыт, моя жизнь, то есть моя задача в этой жизни, да, как будто бы пройти разные опыты, да, разные этапы жизни. И вот на этом пути я не могу быть с кем-то. Почему? Потому что я не смогу идти, да, то есть здесь мой путь, он будет как-то замедляться, если я с кем-то иду. То есть мне легче идти одному по жизни, нежели быть в паре. Почему? Потому что я здесь как будто бы, знаете, чувство раствориться в другом человеке. Вот я боюсь, да, боюсь какой-то… Здесь вообще страх зависимости. Я боюсь зависеть от другого человека. Я боюсь, что я привяжусь к нему. Да, вот здесь вот какие-то… Если мы говорим о женщинах, это очень сложно вам здесь создавать отношения. Почему? Потому что вам настолько интересен мир, вам интересно что-то узнавать, вам интересно постоянно развиваться. у вас есть вот это вот естественное любопытство ко всему, да. Здесь чувство, как будто бы вы, ну, гражданин мира, да. Человек мира в контексте того, что вам сложно привязаться к какой-то одной точке, привязаться к одному человеку. Вы как будто бы принадлежите всем сразу, да. То есть я не знаю, как вам здесь описать, но здесь есть желание, да, сохранить как-то вот своё пространство, да. Вот то, что есть моё, вот это вот моё богатство. Я не хочу этим ни с кем делиться. Почему? Потому что здесь с одной стороны как будто бы страх, а с другой стороны вот нежелание. С чем оно связано, я не могу понять. Потому что вам так легче идти в новое. Вам так легче развиваться. То есть когда у вас есть отношения, вы как будто бы теряете, да, включаетесь эмоционально в другого человека, привязываетесь, и вы как будто бы теряете себя, и тогда смысл вашей жизни, вот именно развития, да, причём как-то становление себя, какое-то своё служение, оно отходит на второй план. И, а поскольку у вас справедливость, это самая основная, основная карта в раскладе здесь, то есть вы, такое ощущение, как будто бы вам кто-то сказал, что вот ваше предназначение быть там, я не знаю, каким-то божественным карателем, что ли. Вот вы в этой профессии, это условно, да, вы в этой профессии должны быть одиноки. Ну, то есть если у вас есть семья, как вы, вы будете тогда мягкотелым, да, и вы тогда не сможете приводить, приговор в исполнении, понимаете. И вот здесь что-то вот в таком плане, то есть вы, здесь чувство, как будто бы вы выбираете больше становление себя в профессиональном плане. То есть если, допустим, меня бы здесь смотрели ведьмы, да, либо люди, которые занимаются эзотерикой, магией и так далее, то я бы сказала, что если выбирать личную жизнь и вот ваши эзотерические занятия, вы бы выбрали эзотерические занятия. Почему? Потому что привязанность именно к мирским каким-то благам, она вас ограничивает в том вашем деле, да, которое вы любите. Почему? Потому что там нужно время, там нужны силы, там нужна энергия. А когда есть личная жизнь, она забирает огромное количество энергии и сил. А нам эти силы нужны в профессиональном плане развития. И вот вы как будто бы выбираете. Именно это одна из причин, почему маги, не знаю, за ведьм, но когда люди проходили посвящение, да, то есть мало кто создавал семьи. Почему? Потому что семья, она тогда должна была уйти в приоритете намного ниже. Ну, то есть если выбирать профессиональную деятельность, да, как мага, и семью, то маг всегда выбирал дело, а не семью. И с этим были не согласны, краски близкие, поэтому этот человек выбирал путь одиночки, да. Вот здесь вот что-то такое аналогичное я чувствую. Что касается ваших амбиций, желаний, то вот смотрите, как, ну, как вы, вы вообще мечовые такие, да, товарищи у меня, воздушные. Выпадает туз мечей, говорящие о том, что ваше желание, амбиций касательно профессиональной сферы, да, как-то вот реализации себя в социуме, вот вы с мечом правды в руке, да, то есть здесь у нас выпадала справедливость, а здесь у нас туз мечей, да, то есть вы всегда с правдой, вы не тот человек, который будет лагать. И вам иногда от этого становится очень жутко и плохо. Потому что даже если вы соврете, во благо, не знаю, либо что-то промолчите, где-то что-то утаите, потому что понимаете, что так важно, вот ваша совесть, она начинает вас съедать. Вы не можете, вы не тот человек, который может как-то обмануть, не договорить, то есть, ну, это будет вас разрушать, и поэтому вам сложно выстраивать вообще отношения с людьми, потому что то, что вы говорите, это неприятно. Это неприятно не потому, что вы плохой человек, а потому что вот как будто бы вот ваша роль такая, да, говорить правду матку. А она, ну, она не всегда приятна. И здесь у нас выпадает еще и король мечей, да, то есть сложно как-то прийти к какому-то результату в профессиональной сфере. Почему? Потому что диапазон вашего интеллекта и ваших увлечений, он настолько широкий, вы во многом можете себя реализовать, что как конкретно определиться в чем-то одном вам сложно. Вы постоянно скачете, то есть много чего вам интересно, все, что связано с ментальным планом, да, с интеллектом. Причем вы хотите, чтобы это было справедливо, чтобы это было правильно, да, чтобы вы человек ответственны, принимаете решения, хотите довести все до конца, но независимо от того, что у вас не всегда это получается, почему? Потому что в процессе своего развития вас увлекают постоянно новые и новые какие-то дороги. людей. Но здесь действительно какой-то, знаете, путь мирного война. Не война, который прям просит кровопролития, нет, а вы действительно здесь путь какого-то мирного война, который постоянно развивается, который постоянно растет, что-то узнает. причем здесь не про то, что вы становитесь, знаете, каким-то условно говоря, богословом, изучаете какие-то духовные традиции, нет, здесь не про это, а здесь про активность, здесь про движение, про завоевание, и прям постоянно мои мысли, мои скакуны, вот здесь вот что-то такое, и это достаточно резкое, жесткое, холодное и быстрое, вот такие здесь энергии, да, обычно я тройкам говорю про огненность, а здесь нет огненности, здесь присутствует воздух, здесь присутствует холодная логика, разум, что касается материального плана, да, как вы себя разрушаете, ну, здесь вот башни, башни выпала, да, башня и двойка мечей, и аркан мира, говорящий о том, что вы постоянно, ну, то есть разрушение, которое происходит у вас, причем на метальном плане, да, когда вы не можете принять какое-то решение, да, прийти внутри себя к одному какому-то решению, то есть вы постоянно не то чтобы колеблитесь, а вам кажется, что решение двух задач, оно равнозначно и равноценно для вас, вы постоянно раскрываете как-то свои горизонты, вот этот вот фокус, который должен быть внутри вас, да, на себе как-то, на своих ощущениях, что ли, состояниях, вот вы как-то разрушаете это внутри себя, и вот любые границы, любые правила, вот интересно, да, с одной стороны справедливость, которая говорит о том, что вы хотите, да, соответствовать всему этому, но это вас разрушает, почему, потому что вы устаете, и, а вот на материальном плане, да, вы наоборот убираете всевозможные шаблоны, когда вы ищете, чем вам заниматься в профессиональной сфере, да, вы как достаточно ранимый человек в детстве, которому нужно было больше, чем другим детям уделять внимание, подкреплять уверенность в себе, знаете, вот таким детям просто жизненно необходимо говорить, что ты молодец, у тебя все получается, иди в своем направлении, вот здесь вот в материальном плане, да, вы не можете найти себе правильную реализацию, то есть вы когда приходите на рабочее место, ну вроде бы все хорошо, сейчас я буду работать, да, развиваться, вот вы только пришли, вы уже думаете, а что будет в моей там, после, другой работе, то есть как будто бы я уже уволился с этой работы, которая только что устроилась, и вы уже заранее думаете о другой, либо у вас возникает мысль о том, что неужели я буду всю свою жизнь вот на этом месте, да, то есть вы только устроились, а вы уже думаете о каком-то постоянстве, о продолжительном периоде времени, и вам уже хочется это разрушить, и пойти куда-то в другое, это вы знаете до тех пор, пока вы не найдете какое-то экологичное для себя, какой-то экологичную нишу для себя не займете, то есть пока вы не найдете свое место, у вас будет все время вот эта неудовлетворенность, это не мое, то есть вы строите и рушите, строите и рушите, это ну вот как кубики лего, да, вот казалось бы я построил, надо радоваться, да, ты же для чего строишь, для того, чтобы получать какой-то результат, а вот здесь вот у вас чувство, что у вас акцент идет больше на процесс, мне нравится сам процесс разрушения, да, и поэтому вы, ну, если сказать вообще, да, как-то одним словом, такая вот у вас разрушительная энергия, энергия, когда вы ни к чему не привязываетесь, чтобы никому не быть должным, чтобы никому не быть обязанным, да, я лучше сам уйду, я лучше сам все разрушу, чем кто-то это сделает за меня и тогда я буду не готовым принять вот эти вот все эмоции и всю ту лавину, которые обрушатся на меня, вы постоянно расширяете какие-то свои границы, вы постоянно, ну, знаете, с одной стороны вы вроде бы как миротворец, да, здесь такая энергия миролюбивая, еще раз говорю, вы не воин в контексте того, что вот я прям вот хочу крови, хочу мести, нет, здесь вот как архитекторы, да, то есть я строю для того, чтобы заново разрушить и выйти на другой уровень, я не могу это объяснить, вот у меня вот такие вот картинки идут, что еще, как вы еще вы себя разрушаете, но вы постоянно разрушаете свое прошлое, наконец-таки огонек, туз жезлов, да, то есть наконец-таки появилось вот это вот желание, стремление, да, как-то что-то новое рождать, вот вам нравится этот процесс, знаете, как это может выглядеть еще дома, чтобы вы понимали, вот вам постоянно надо менять мебель, если не покупать новую, то как, по крайней мере, ее двигать, вот я слышу, кто-то двигает, да, причем женщины здесь начинают, да, двигают, вот этот, как его там, диван, диван, либо кровать, вот туда-сюда кто-то там, сервант шкафы что-то передвигает, и вот я, знаете, картинку такую показывает, сидит, если у вас есть муж, либо мужчина, вот он сидит и в недоумении, что тебе не успокоится, ну вот стоит нормально эта мебель, что-то нет, вот вам, понимаете, вам все время хочется разрушить, ну то есть поменять обстановку, да, постоянно, причем вы не хотите помощи, да, вы вот хотите вот это вот постоянно двигать туда-сюда, то есть муж ушел на работу, пришел домой, слышишь, жена, где кровать, да, где этот диван, а я поменяла местами, да, комната, вот здесь постоянно либо ремонт, да, то есть вот вы проснули, все, сегодня будем, займемся ремонтом, красить будем, сдвинули всю мебель на середину, закрыли ее, значит, клеенка, давай красить, муж в шоке, да, то есть с чего вдруг, мы не договаривались, мы не планировали, это не входит в наш бюджет, причем вот у вас вторая ваша половина, у кого есть, да, если вы женщина, у вас вторая половина, вот он такой достаточно неподвижный, он такой, не то чтобы он ленивый, он такой, знаете, вот медленный, размеренный, вот это вот вас иногда бесит, раздражает, но вас переубедить вообще невозможно, и, да, этому человеку, вашему партнеру приходится, да, то есть вот это вот постоянно, да, что-то разрушить, что-то отремонтировать, что-то, давай дом в деревне, значит, либо собственный дом у кого-то, да, постоянно, давай предбанник сделаем, давай пристройку какую-то сделаем, то есть я не удивлюсь, что если вы, как женщина, да, ну, у вас руки работают, то есть вы можете совершать, ну, мужские какие-то, мужскую какую-то работу, то есть красить, там, штукатурить, да, гвозди забить, там, лампу поменять, что-то, вот электричество, да, ну, здесь мне почему-то больше идет то, что кто-то строит, да, не знаю, может быть, это ваша профессия как-то связана со стройкой, может быть, личной жизнью у вас сейчас идет какая-то стройка, а может быть, это и внутреннее ваше состояние, да, когда вы строите, но в любом случае, все, что связано с прошлым, вот вы периодически его отрезаете, сейчас я вам приведу еще такой, знаете, пример, допустим, если у вас есть соцсети, да, и есть посты, вот вы периодически делаете зачистку, удаляете подписчиков, удаляете посты, можете закрыть соцсети, открыть соцсети, ну, то есть что-то здесь вот такое, да, постоянно, и чтобы не было вот это ощущение чувства времени, начало и конец, оно для вас очень важно, и вот, знаете, может быть, иногда то, что в вашей жизни происходит, причем происходит на стыке времени, да, это может быть там, допустим, конец зимы, начало весны, вот что-то на стыке, либо конец года, начало года, когда что-то заканчивается, что-то начинается, вот такие вот моменты у вас происходят, важные, важные вещи в вашей жизни, для чего, для чего троечки вы себя так ведете, для чего вы себя таким образом разрушаете, такое ощущение, что я хочу наказать, смотрите, с одной стороны наказание, с другой, вот контроль, да, вы так привыкли, вы привыкли контролировать жизнь, вы привыкли управлять жизнью, управлять людьми, управлять событиями, ну, вы чувствуете так себя на коне, да, вы чувствуете таким образом свою силу, вот она почему-то проявляется через разрушение, и на самом деле, это хорошо, то есть, допустим, с магической точки зрения, да, это были бы какие-то вот зачистящики, да, которые, может быть, здесь кто-то действительно занимается чистками, причем не с помощью воды, а с помощью огня, да, может быть, кто-то проводит практики такие, да, чистит, чистит, открытие дорог, что-то здесь с чистками проходит, с другой стороны, для чего вы это делаете, ну, это жизнь, понимаете, то есть, это, как, как он называется, да, женщины, когда делают скраб, да, скраб, я правильно произношу это слово, да, для тела, для того, чтобы вот старая кожа ушла, да, почистилась, а новая родилась, может быть, кто-то, и, ну, профессия ваша, да, косметолог, когда, пластический хирург, почему-то мне так идет, да, когда что-то старое отходит, оно бы должно родиться, и вот ваша задача для того, чтобы вот это новое родилось, вы как-то должны отрезать это старое, то есть, пока вы не выкорчевываетесь, я правильно это слово произношу, вот эти вот пеньки, да, из земли старые, ничего нового не родится, вот здесь вот как будто бы это ваша задача, вот уметь отрезать вот это прошлое, разрешать, убирать, вычищать прошлое для того, чтобы новая жизнь родилась, и вот я сказала, да, про магию, вот смотрите, я даже эту карту еще не успела посмотреть, но если вы здесь вот посмотрите, то вот здесь стоит ведьма, огонь, и вот здесь вот мужчина, парень сидит, да, смотрит, а вот ведьма, вот здесь вот она колдует, это вот в контексте того, для чего вы это делаете, да, для очищения, вот здесь вот какие-то чистки идут у людей, как ваши собственные, так может быть это и в профессиональной сфере у вас, вы чистите, магичите, потому что здесь главный персонаж, знаете, меч оставил в сторону, и вот он сидит, смотрит, как ведьма работает с огнем, да, огонь здесь идет олицетворение жизни, то есть вот аспект рождения и смерти, да, это вот ваше понимание жизни, цикличность, что-то умирает, что-то рождается, и в этом есть смысл жизни, что с этим делать, я не виновата, вот посмотрите, я сначала говорила про справедливость, да, вот смотрите, что с этим делать, ну вот судья же, да, причем не один, а три, и они принимают решения, да, у нас выпадает справедливость, аркан справедливости, и вот судья, да, метафорические карты, как они хорошо работают, вообще карты, когда в потоке, они хорошо работают между собой, что вам делать с этим делом, ну, во-первых, не то чтобы, хочется сказать, перестать оценивать, да, но это ваша природа, это природа, как вы можете, ну, я не знаю, избавиться от того, что вы себя как-то будете оценивать, либо весь мир свой будете оценивать, вот здесь хочется просто сказать, что принять, вот как-то принять, вот это состояние, что либо вас будут оценивать, либо вы оцениваете, да, но здесь вот такое ощущение, что вот эти вот трое судей, они выше, у меня такое ощущение, что вот они выше меня, и они смотрят на меня сверху, я чувствую себя каким-то маленьким, и незначимым человеком, поэтому здесь вот как будто бы надо принять, надо принять себя, и вот это вот свою роль, почему, потому что у меня чувство, что вы как будто бы не принимаете, вы отказываетесь от этого, да, вот от своей какой-то природы, Вам кажется, что либо вы, не то чтобы недостойны, а вы слишком малы, либо недоросли, то есть это какая-то ответственность для вас, и вам кажется, что вы не способны, что вы не сможете вытащить, вытянуть на себе вот эту роль. Да, причем здесь вот ощущение того, что вот эти вот судьи, это как будто бы высшие силы, и они периодически вам напоминают о том, что ты не забывай о своей роли. Да, ты можешь ее откладывать, но ты от себя не сможешь убежать. Вот здесь хочется просто, знаете, принять. Принять, и все как будто бы, ну, потому что здесь решение судей, да, и ты не можешь никак от этого уйти, то есть здесь остается только принять решение. Да, ты можешь его оспаривать, там, я не знаю, подавать там на апелляцию или как она называется, вот, я не знаю судебный этот язык, но, да, оспаривать ты можешь, но это очень долгий процесс, легче и проще принять то решение. Вот здесь как-то принятие, принятие своих способностей, принятие вот этой своей какой-то жизни. Отпустить здесь нужно, да, здесь как-то вот легче нужно относиться. Отпустить прошлое. Что за прошлое здесь надо отпустить? Здесь нужно отпустить какие-то ваши страхи. С чем они связаны? Вот с тем, что вы все время находитесь как будто под присмотром, да, что вот все время за вами кто-то наблюдает. И я так могу предположить, что здесь идет отсылка к высшим силам, здесь не идет отсылка к каким-то людям. А здесь вот такое чувство, что вы все время под прицелом, что за вами все время пристально смотрят. Просто потому, что у вас возможна роль такая достаточно серьезная. И вот поэтому вы все время так напряжены, да, что вот я должен это делать, я должен этому соответствовать. Да, везде вот эти вот причины, следственные связи я должен отслеживать. Вот вы как будто бы на постоянной службе, да, 24 на 7. Потому что за вами присматривают. И если вы что-то не будете сделать, то, ну, вас будет очень жестко наказывать. Вот здесь какие-то такие общения. Хорошо, что еще с этим делать? Вот я сказала, что вот смотрите, за вами присматривают. Вот, смотрите, девушка, и за ней очень-очень много глаз. Но здесь только нужно расслабиться. Как можно расслабиться, когда за тобой столько людей присматривают, да, когда на тебе вот такая вот огромная ответственность? Ну, вот этот высокий пилотаж, да, высший пилотаж, вот через творчество, через выражение себя, да, через работу как-то своего бессознательного, да, через визуализацию, через образное мышление, да, вот все, что связано с каким-то убеганием от своего сознания. Но убегание здесь в позитиве. То есть, ну, скорее всего, даже не убегание, а переключение, да, переключаться как-то вот на бессознательное, вот на расслабление. Переключаться, потому что иначе вы очень быстро перегорите. Потому что много огня, много действия, много мыслительного процесса, много ментала, ответственности. И вот здесь вот это, вы знаете, расслабление, да, в контексте того, что я ухожу в сон, да. То есть, когда я сплю, я расслабляюсь, да, безусловно. Вот у меня такое ощущение, что вы даже спите, да, не переворачиваете. Вы как будто бы проваливаетесь. Вы не переворачиваете с кровати с бока на бок. Почему? Потому что вы должны как будто бы наготовить. Мне картинку показывают, как вы в доспехах спите. И причем меч рядом. И только вы вроде бы с одной стороны проваливаетесь в том, а с другой стороны вы так чутко спите, что какой-то шорох, и вы уже готовы, да, вскочить, взять меч и рубить врага. То есть, вы всегда наготове, но при этом вы каким-то удивительным образом умудряете спать. Вы спите очень мало, мне показывают здесь от 3 до 5 часов, не больше. Но здесь сон, он не поверхностный. Вы высыпаетесь, вы отдыхаете. Поэтому вот здесь вот это вот, что с этим делать? Находить какие-то практики, которые помогали бы вам расслабляться. Либо, знаете, переключаться в осознанное сновидение. Вот мне здесь показывают то, что у вас настолько он активный, что вы даже можете практиковать осознанное сновидение, когда даже во сне вы управляете тем, что вы видите. Здесь вот как-то так. То есть, и там активничаете. То есть, пока ваше тело отдыхает, да, физическое, вот ваше сознание, оно полностью не отключается. Оно как-то вот переходит в бессознательное, и там активничает. Вот как-то такое мне показывает. Ну, здесь чувство того, что вот вы находитесь в какой-то темнице. Иногда вам бывает действительно достаточно холодно. Бывают периоды в вашей жизни, когда ничего не происходит, и вы чего-то ждете, да, может быть, какой-то компенсации материальной, может, ждете компенсации семьи. Но это вот какое-то такое временное, да, влияние. Все остальное время я вижу вас не то чтобы одиноким человеком, а здесь осознанный выбор идти одному. Даже если у вас есть семья, она как будто бы номинальная, да, то есть вы по жизни все равно идете самостоятельно. Да, вы любите свою семью, да, вы, да, если у вас есть дети, да, вы хороший, может быть, родитель. Вот, но при этом все равно вы, понимаете, вы как этот монада, целостная монада, да, вы не то что вот ваша половинка здесь, и другая половинка еще и ребенок, и еще половинка ваш партнер, и вы являетесь семьей. Нет, вы сами по себе. Здесь вот какая-то вот независимая у меня личность идет. Независимая личность, да, огненная, да. Вы духовный борец за справедливость, да, то есть король Жезлов это такой щедрый, это решительный человек, отважный человек, храбрый, не боящийся идти вперед, двигаться вперед, вести за собой людей, умеющие договариваться. Вы всегда в центре внимания, вас это ничуть не напрягает, и такая, знаете, вот у вас сила, мощь, неистощаемая энергия с огромной силой воли. Вот действительно, таких людей брали мужская энергия, конечно же, да, но таких людей брали вот войны, они были очень хорошими войнами, причем не просто солдатами, да, а вот именно теми, кто ведут, ведут в бой, да, умеют поддержать, умеют мотивировать, умеют найти правильные слова. Вот, поэтому что вас разрушает, вот справедливость вас и разрушает. Ну, а знаете, если сравнивать вот вашу позицию и вторую позицию, то я могу, вашу, да, вашу и вторую позицию, я могу сказать, что вот ваше разрушение, оно совсем вам не в груз, да, то есть я могу сказать, что оно даже вам в какой-то степени в удовольствие, да, вы как будто бы утверждаетесь, вы получаете наслаждение от того, кем вы являетесь, то есть в те моменты, когда вы принимаете вот эту вот свою силу, да, вот эту свою мощь, вы получаете внутреннее удовлетворение от того, что вы самоутверждаетесь за счет себя, то есть в какие-то моменты вы себя славливаете, о, какой я крутой, да, либо какая я крутая, и вам это нравится. То есть, да, безусловно, разрушение, но здесь вот такое ощущение, что разрушение, оно как будто бы вас закаливает, да, то есть чем больше сложностей, чем больше трудностей я преодолею, тем вот как-то я уважаю себя, да, мне это нравится, то есть здесь не про мазохизм, а здесь, нет, именно какая-то военная подготовка, что да, я пойду в спортзал, да, я буду тренироваться, я буду преодолевать себя, да, тело будет ныть, болеть, но зато какой я результат получаю, да, какая-то красивая, какая-то эстетичная, но когда спрашиваешь, какой ценой ты приходишь к этому, это уже отходит на второй план, то есть это не важно, важно, что я это сделала, то есть, знаете, вот это вот какое-то внутреннее самоуважение, я создаю какую-то сложность, трудность, которая подвластна только мне, понимаете, либо подвластна очень немногим, и мне от этого хорошо, я от этого вот получаю какое-то вот удовлетворение, да, того, что я как-то выделяюсь, я кайфую, вот, и поэтому я не могу сказать, что здесь вот прямо вот разрушение, разрушение, как, например, по двойкам, но может быть где-то на физическом плане, да, либо в каких-то нюансах, о которых я озвучила и есть, разрушение, но оно не для вас, ну, то есть вы не считаете это как разрушение, а скорее всего, как ваша благодетель, нежели какой-то порог. Вот такая вот, ой, была третья позиция, и наш расклад сегодня он был удивительный для меня по проживанию, по ощущениям, да, это было что-то новое, и я вообще люблю вот эти вот все энергии, которые я ощущаю, но сегодня это было, это было нечто, да, я же прям получила колоссальное удовольствие, надеюсь, вы получите такое же удовольствие от расклада. Всё, я с вами прощаю, желаю вам самого наилучшего, до новых встреч, пока-пока!